В Шимкенте, в одном из заброшенных зданий, произошла трагедия. Во дворце культуры Фосфорни, который ранее принадлежал бывшему пивному королю Токтору Тулешеву, обрушилась крыша. Под завалами оказался 18-летний парень. От полученных травм он скончался на месте. Здание около месяца назад приняли на баланс городского Акимата, но пока не решили, что с ним сделать – снести его или восстановить. Анастасия Новикова расскажет подробнее. На этом месте накануне произошла трагедия. Трое молодых людей ночью гуляли по заброшенному дворцу культуры Фосфорник, когда внезапно под их ногами обрушилась крыша. Двое подростков успели убежать. Под завалами из досок и кирпичей оказался 18-летний студент-второкурсник медицинского колледжа. Его искали спасатели с кинологами. Бездыханное тело извлекли из-под обрушенной крыши спустя несколько часов. Поступило сообщение в 1948, только извлекли именно 22-30 силами департамента. Тело погибшего. По нашим данным, подростки снимали видео для соцсети. На момент съемки произошло обрушение здания. У этого дворца культуры Фосфорник большая история. Раньше здесь проводились концерты, работали кружки по интересам. Здание принадлежало бывшему пивному королю Тухтару Тулешеву. Но когда его осудили за попытку госпереворота, здание оказалось заброшенным. И здесь начали собираться люди без определенного места жительства, сомнительные компании и подростки. Хотя в Акимате говорят, что его охраняют. В ноябре этого года дворец культуры Фосфорник приняли на баланс Акимата Шумкента. Но за время, пока здание стояло бесхозным, оно перестало быть безопасным. Здесь осыпались стены, отсутствовала часть потолочного перекрытия, были срезаны балки. Но молодежь это не останавливало. В здании недавно снимали известный фильм, после чего здесь стали часто собираться подростки и снимать разные ролики. Сейчас для того, чтобы подростки не смогли попасть в здание, вокруг него возводят забор. Рядом с ДК Фосфорник также дежурят сотрудники полиции. По факту смерти подростка проводится досудебное расследование по статье «Недоброкачественное строительство». Что будет с самим зданием, снесут ли его или реконструируют, в Акимате еще решают. Нередко заброшенные здания становятся центром притяжения школьников и студентов. Именно поэтому спасатели просят родителей рассказать своим детям об опасности, которую несут такие места. Иначе все может закончиться трагедией.